здравствуйте здравствуйте друзья тут у нас собралась веселая компания компания представляйтесь меня зовут руслан я приехал в сша 13 месяцев назад и соответственно начал работать по продвижению вернее по ремонту аплайнсов то есть по ремонту бытовых машин и приборов подать приехал поэтому приехала откуда приехал я приехал из города москвы последние восемь лет я жил в городе москве то жил прекрасно хорошо а до этого до этого я восемь лет жил в городе уфе в башкортостане прямо так вот до этого 13 лет я сам родом из села аскина а село аскина это грубо говоря столица аскинского района республики башкортостан это примерно 220 километров от города уфы но там вообще есть жизнь какая-то там все прекрасно там все отлично там есть какие-то нефтяные вышки люди даже нефть качают во дворе там да наш район считает наш район считается там самым таким хорошим так а что прям там башкир живут прям там живут татары но когда было именно ленин туда пришел сказал о вы живете в башкирской власть и так что вы будете башкира medvo все во всех свидетельствах рождения написал дcribe им рожде ленинам так ну и прямо лично якобы подожди но до какого музыки люди разговаривают на титарском пашкировать ножки про паспорту да они разговаривают на татарском они якобы татаро но везде написаны то что они пашкир у меня написано то что мама папа башкир а в паспорте вот например а с пачка сейчас сейчас уже нет же национальностей не как а так до какого-то периода Башкортостан выдавал паспорта с башкирской вкладкой, а потом они сказали, ну типа, это паспорт такой недействительный, поэтому все это отменили. Короче, в общем, нефть есть, татары есть, паспорт там выправили, все хорошо. Значит, теперь, жили вы в Москве, никого не трогали, как сюда попали в Америку полтора года назад? 13 месяцев назад. Попал я, у меня была так называемая валютная ипотека в городе Москве, в Московской области, я взял ипотеку, начались эти шатания с курсом туда-сюда, в общем, я участвовал. Это уже года три назад? Да, это уже года три назад, я все это делал, терпел, терпел, потом плюнул, в итоге я там ходил с этими манифестами, как активист. С плакатами? С плакатами, да. Соответственно, у меня все это дело в блоге есть, как я там хожу и как меня... Блог у вас текстовой или видео? Видео. Видео, хорошо, как называется? Я слишком ленивый. Как называется-то? Мой блог сейчас называется просто «Руслан Хуснияров in USA», и все. Хуснияров, ну это татарская фамилия, не воштежская. Конечно, да какая разница. Ладно, ну так я просто... Ладно, чтобы человек был хороший. Вот. Так что плюнули, продали эту квартиру, рассчитались... Где? В Москве? Подмосковье. А где там? В Щелково. Это что, под... А, деревушка там, да, пара километров от Москвы было. Ну как, это 17 километров. 17, ну там совсем рядом, я помню. Да, все рядышком. Но тем не менее, как бы жить я там пожил полгода, потом плюнул и начал продолжать снимать квартиры. Подождите, значит, но вы не ушли с минусом, да? То есть вы... Нет, я ушел с минусом, почему я на протяжении 7 лет платил. Я как вот год в Москве пожил, я год пожил и взял ипотеку. Вот все вроде хорошо. Один... Слушай, можно жить, все, год живет, пошел ипотеку взял. Да, конечно. Так, не отказал никто. Да, конечно, здесь в принципе, я думаю, то же самое. Ой, скажите. Ну, лишь бы был даун. Ну, хорошо, хорошо. Значит, итак, дальше оказалось, что платить нечем. И вам, несмотря на тяжелую ситуацию, удалось все-таки ее продать. Нет, платить было чем. Просто уже, как бы, профита не было платить за нее. Я просто в течение 7 лет уже заплатил порядка, я не знаю, очень много в общем денег. Не буду конкретизировать. И решили, в общем, все бросить. Продали эту квартиру и уехали. А, окей. И все и уехали. Взяли, уехали, соответственно, сюда приехали. У меня куча материалов, соответственно, есть по поводу того, как я там... Пострадал, короче. Да. Ну, не то, что пострадал, но, тем не менее, есть обеда, грусть. В общем, плюнул на все это дело. Есть такой анекдот, как, значит, ну, старые, еще тех времен, что мимо здания КГБ на Лубянке. Значит, мимо здания идут на Жикулях два еврея. И один смотрит на это здание и говорит, а? Кто-то мне говорит, он мне будет рассказывать. Вот. Да, его... Я понял. Я все понял. Да. Короче, а уже разрешение на работу есть у вас, да? Да, я его получил буквально в ноябре месяце. И поскольку я там ученичествовал все это время по бытовым машинам и приборам... Там где? Ну, в компании, где я, как бы, куда я приехал. Ну, я же не имею права работать. Нет. Ученичествовал. Вот. Ученичествовал. И когда получил разрешение на работу, начал пробивать ту тему, чтобы открыть свою компанию. Почему нет? Почему нет? Да, конечно, пошел. Деньги нужны для этого или просто пошел и открыл? Деньги нужны там буквально минимальные, там порядка 200-300 долларов, чтобы зарегистрировать свою компанию, LLC. Ничего сложного, пошел там на сайт какой-то. А для этого даже не нужно иметь разрешение на работу, можно просто туристом приехать и зарегистрировать? Можно, но, тем не менее, я, как бы, знал только тот путь, где можно именно ввести ССН, так как, поскольку у меня не было этого ССН. Но, правда, LLC делают люди из-за рубежа, можно прямо делать. Можно. Ну, не суть. Сделал LLC. Сделал LLC. Все зарегистрировал. Так, понимаете, главная задача бизнеса, это чтобы клиент был. Клиент есть. А откуда клиент берется на ремонт всякой всячины? Ну как, у вас есть холодильник. У меня-то. Нет, я понимаю, откуда берется, все хорошо. Как я к вам попаду-то, как клиент? Как вы ко мне попадете? Есть все так называемые, все знают, Google AdWords. Я сейчас на текущий момент плачу 25 долларов в день. И мне, в принципе, 2, 3, 4 заказа могут прийти. Я вот даже сейчас... Заказа или контакта? Именно заказ. Вернее, они мне могут позвонить, я этот звоночек принимаю, и они говорят, вот у меня такое-то, такое-то устройство, посудомоечная машина, вы не могли бы приехать и починить. Я ему говорю, вот диагностику... Давайте так, давайте так. Из 10 звонков, которые генерятся с AdWords, из 10 звонков, сколько закончится реальным переходом денег из рук в руки? За работу. Минимум 5. 5-6. То есть, грубо говоря, так, полтинник вам стоит один отработанный заказ? Полтинник? Долларов, 50 долларов. Нет, я плачу 25 долларов в день. В день. А, сори. Значит, у вас есть так примерно, сколько стоит один заказ с точки зрения рекламы? С точки зрения рекламы? Заказ, прям настоящий заказ. Это может варьироваться, поскольку это такая вот... Я еще ремонтирую и кондиционеры, и хитрые, так называемые обогреватели, то зимой есть хитрые в Сан-Хосе, ну и в нашей здесь эре, а летом есть кондиционеры. Хорошо. И то есть, зимой и летом заказов намного больше, а вот именно, когда температура одинаковая на улице и в комнате, то она примерно... Я придумал для вас эту самую заставку такую, знаете, там говорят, зимой и летом одним цветом. Да, совершенно верно. Так. Вот. И... А есть такое называемое, так называемое slow-time понятие. И в зависимости от этого цена на рекламу может варьироваться. Но она примерно может стоить, я не знаю, прям... Один заказ может стоить 10-20 долларов. А сколько в среднем дает заказ? Вот, сколько зарабатывается в среднем заказ? А, диагностика... За диагностику я даю 60 долларов. Так. 60 долларов, и говорю клиенту, вот здесь вот у вас... Просто вот посмотрел, чтобы приехать, посмотрите, и вот так вот, ага, у вас здесь вот надо винтик закрутить, и я, к примеру, у меня минимум, минимум labor fee, минимальная оплата труда стоит 165 долларов. К примеру, завинтить один винтик, вот я покажу и говорю, вот вам вот тут надо винтик завинтить, я это сделаю вам за 165 долларов, к сожалению, для вас. Потому что... А то и сами можете. А вы можете сами. Он говорит, нет, нет, вы постойте, вот вы приехал, вот два провода, вот 120 вольт, и я вот не могу это сделать сам, я доверяю профессионалам, а здесь большинство людей доверяет профессионалам, потому что они сами профессионалы. И потому они говорят, go ahead. Но, сейчас я думаю, чтобы чинить вот это все, надо же какой-то, может быть, набор там комплектующих, ну, что-то такое. Одно дело, приехал с отверткой, а другое дело, может быть, какой-то материал нужен. Да, соответственно. Вот тот же винтик, например, если у него там резьбу сорвало, надо же где-то взять винтик. Конечно, все это... У меня есть небольшая машина. Специализированная. Специализированная, да. Коммершал трак небольшой. То есть, вот на что деньги нужны. Да, старт, соответственно, в эту профессию, как бы требует небольшого финансовых вложений. То есть, необходимо... Типа. Типа, да. Нет, ну типа. Машина, инструменты и какие-то дополнительные комплектующие, которые там, скажем, common parts, которые всегда понадобятся. Ну, одним цветом сколько нужно? Денег? На старт. На старт примерно около 6-7 тысяч. То есть, бесплатно. Да? Хорошо. Но при этом надо все-таки понимать, что ты делаешь. Вот это существенно. Обязательно. 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 Вот это вот, понимаете? Есть, просто были такие люди, которые всю жизнь там в носу ковыряли в банке, к примеру, выдавали ипотеки, кредиты, а потом приходили к нам сюда, приезжали тоже. Я себе представляю, сейчас работники банка. Пытались... Нет. Есть и другие, как бы люди, продажники и так далее. Они тоже работают, им очень все нравится. И они просто пытались работать и не смогли. И ушли. К примеру, ой, типа все, я больше не могу этой заниматься ерундой. Диагностика не получается. Там же надо продиагностировать. Да. Там, если просто он какую-то ошибку выдает, надо же понять, из-за чего он, из-за чего устройство плачет. Они даже ногой дал, понимаете, все. Конечно. Нет, иногда помогает, конечно, пришел, ногой дал. Русский такой метод ремонта. Да. И все, завелось. И вся электроника встала на место. Пнул просто и все. И перезагрузка произошла. Вот. Ну, как правило, если так пинаешь, оно заново возникает, эта ошибка. Вот так. Что-то еще хотел добавить. Так подождите, вы, все-таки вы тут на местности локальные у нас? Да. Я думаю, что к вам пришел. Не знаю. А так расскажите. Ну, как бы себя показать. А, нет, я что не пришел? Полгода назад что не пришел? А у меня же ничего не было. Это сейчас вот я открыл бизнес и уже месяц работаю. Подождите, у вас была жена? У меня и сейчас она есть. У меня есть двое детей. Двое детей. Я уже здесь второго ребенка родил. Он уже американец. Подождите, а старшему сколько? Четыре с половиной года. Так жена что делает с ними, с детками? С детками, конечно. Ну, у меня старший сын начал ходить в садик, наконец-то, где-то месяц назад. Так, а живете вы где? В Сан-Хосе, да. В Сан-Хосе. То есть, вам хватает денежки заработать, чтобы на семью из четверых? Ну, дай бог. Нет, нет. Вы зарабатываете? Конечно. Я же не просто купил машину и запчасти я ввожу в ней. Нет, допустим, вы купили машину, но вопрос в том, насколько вы в состоянии зарабатывать этим, скажем, на жизнь. То есть, вам хватает на жилье, вам хватает на пропитание, чтобы жена сидела дома с детками. Да. Расскажу вам стратегию. Вот. Очень важный момент. То есть, когда я был учеником, я как бы все осваивал, осваивал, потом в ноябре месяце я получил документы, я начал уже официально работать, все отлично. Примерно в месяц у техника по ремонту бытовых машин и приборов, к примеру, у меня, такого среднестатистического парня, получалось примерно около 6-7 тысяч долларов. Учеником? Нет. Уже самостоятельно? Конечно, я же не говорю, что я зарабатываю деньги, находясь в состоянии ученика. Да, да, да. Это очень. Это важно. Конечно. Так. И потом, как бы я зарабатываю деньги, смотрю, что я приношу выручку примерно 12-14 тысяч долларов в месяц, и мне мой работодатель дает мои проценты, то есть там примерно 40%. То есть процент оговорен? Да. Но это вы на его технике работаете? Нет, все абсолютно мое. Вот, грубо говоря, этот бизнес просто... В чем его работодательство туда состоит? Работодательство состоит в том, чтобы он принял звонок... И послал вас на объект. И послал меня на объект. Я понял. То есть он с вас берет... Но он еще дополнительно обеспечивает техническую поддержку. Именно. То есть я пришел к клиенту, и первый раз вижу какую-нибудь машину, и думаю, боже мой, что я здесь делаю, как с этим быть? То есть бывает. Да, конечно. Сейчас уже не бывает. Сейчас уже просто рвение. Прям пришел и победил. Дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. И... Что дальше? Саппорт. Такой поддержка. В общем, саппорт. Потом какая-то там брендинг. Соответственно, дают рекламные материалы, дают всякие реситы. Ну, то есть бумажки, где нужно записывать. Ну, понятно. Ну, всякая такая мелочь. Но, соответственно, я все это проработал, все это усвоил, все понял. Вот. И я решил, а почему я, собственно, машина моя, инструменты мои. Ну, правильно. На самом деле, ведь когда люди говорят, что я хочу бизнес, им говорят, а ты поработай в таком бизнесе, поработай, увидь, как это делается. Например, мысль о том, что за диагностику там берут 60 долларов, она же не пришла к нему с неба. А он видит, что берут 60 долларов за то, что пришли посмотреть. Да. Он видит, что там за гвоздик берут минимум что-то. Неважно, вот какую, любую работу, которую делают, есть минимальный чардж какой-то. Правильно, но он же должен где-то был научиться. Да. Вот обмундирование. Если бы он не знал, как выглядит, он бы и не купил правильное. Конечно. До этого я просто работал, я ходил в майке, так скажем, такой ужасной. Ну, не то, что в майке, в футболке. А сейчас я как бы, поскольку я работаю на себя, я, в принципе, профессиональные штаны, рубашку. Ну, это такие специализированные одежды, так что это не бог весят что. Уже специализированный автомобиль. Просто когда я работал в компании, я работал на Prius. Все-таки я такой достаю какую-то запчасть из Prius, своего Prius 20, ну, 2006 года. Все думают, типа, чувак приехал. Левый. Левый какой-то чувак, только что там якобы потаксовал и приехал отлайн сочинить. У меня там было абсолютно все завалено запчастями, так что места для пассажиров там просто не было. Это унижает. Да. И технишина. Чем он унижает? Ну, как-то вот не оборудовано, как-то пришло. Ну, не то, чтобы не было, абсолютно без разницы. Нет, ну, клиент смотрит. Клиент, это было, клиент для клиента, это коробило, типа, якобы, какой-то парень приехал, сейчас еще мне тут пытается сорвать с меня 300 долларов, да непонятно за что. Так, понимаете, а по-английски вы уже могли как-то или что? Что с английским-то? Перед тем, как сюда поехать, я примерно на два месяца записался на английские курсы, поскольку я 12 лет в России работал в IT-сфере, я примерно всегда был системным администратором, все у меня было хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, вот, у меня еще все хорошо. То есть подхватил как бы английский? Да, я всегда читал техническую документацию на английском, но как бы когда я начал только там ученичествовать, я просто смотрел на этих клиентов и послушал. Слушал, не особо понимал, потом раз, так, два, три, четыре, и каждый день я примерно по 10-15 минут занимаюсь английским языком и более-менее как бы схватываю. Вот, сейчас я открыл небольшой, второй свой канал, чисто вот, буквально, я не знаю, три недели назад, туда выкладываю видео, к примеру, в процесс починки чего-либо. Типа, do it yourself. Подождите, а на первом канале подписчиков сколько у вас? Сейчас 1400. А давно начали? Год назад. Ну, так вот, активно. Просто канал у меня существует с 2010 года, но он у меня был по столько, по сколько. Ну, да. А поскольку я уже приехал в США, думаю, надо запускать, да. Здесь, грубо говоря, здесь приехал в США, заведи свой блог. Есть что сказать. Есть что сказать, конечно. Так а часто вы делаете сюжеты? Последний месяц я прямо чуть ли не каждый день клепаю. Люди там отзываются, вопросы пишут. Да, вопросы пишут, говорят, какой хороший, классный парень, какой криворукий, какой плохой, там все у тебя через одно место. Но люди бывают разные. У меня просто 90%, 92% даже мужчины, так скажем, сидят на канале. Мужской, да. Мужской, да. Мужская аудитория. И все просто находят мой канал, сидя в России, и находят мой канал, видят, якобы, работа в США, техник по ремонту бытовых машин и приборов. Очень много специалистов, которые занимаются этим в России, в Украине, в СНГ, интересуются, якобы... Это они говорят, что вы криворукие, потому что они опытные уже. Ну, они потому что опытные, да. Но я как бы хочу что заметить. Я же в России-то не просто так учился. Я 4 года учился в колледже на информационной технологии. На автоматизированной системы обработки информации и управления. Так. А потом 4 года я учился на инженеры по бытовым машинам и приборам. Ну, это, видимо, имеет в виду разработка, конструирование. Да, да, да. Но, тем не менее, как бы нам всю эту технологию рассказывали по стиральным машинам, холодильникам. Как бы тема в голове теория была, но никогда не было практики. Соответственно, за этот год теория смешалась вместе с практикой. А чего вы не пошли снова обойти-то? Админом бы работали? Это хороший вопрос. Я готовился. Не, ну, вроде бы так. Я вас слушаю вроде. У меня была мечта. Я думаю, сейчас я приеду, там, что-то поделаю. Я не знаю, пока получу вот этот social security, разрешение на работу. А потом... Google. Google, там, Facebook. Такого же. Циско я очень обожаю компанию. Прям мечтаю, мечтаю, мечтал в ней работать. А потом был как-то у клиентки русской. Она говорит, слушайте, говорит, Руслан, тут все классно, но так дорого, что капец. Говорит, никогда не купите никогда себе жилье, работая на какого-нибудь дядю. Вам необходимо делать свой бизнес. Все, соответственно, вот эти слова, они просто запечатались у меня в голове. И просто была посажена семечка. Ох, как я бы с ней поспорил. Согласен. Потому что очень существенный процент людей, значительный процент людей, делающих свой бизнес, зарабатывают меньше тех, которые работают, допустим, в IT-индустрии, инженеры и так далее. Первое. Второе. Мы тут здесь знаем очень много людей, которые миллионы получали за счет того, что работали в тех же гуглах, фейсбуках и так далее. Когда те выходили в паблик, они сразу могли выдать из кармана несколько миллионов и купить абсолютно все. Поэтому уж как-то уж так. Согласен. Согласен. Абсолютно согласен. Я, поскольку езжу по клиентам, клиенты здесь все абсолютно. Я... Уж нагляделся. Я абсолютно всего нагляделся. Я чего только не видел. Там, я не знаю, там, каких у меня только контактов, грубо говоря, не было с клиентами. А я, говорит, работаю там в Cisco, каким-нибудь там Project Manager или это поляга, где-то кто-то в Microsoft, кто-то в Apple работает. Он мне показывает там, что он делает, какой у него там дом, туда-сюда. Да я же все вижу. Эта работа интересна тем, что ты сразу видишь, сразу выливаешься в быт, пришел домой и сразу видишь. И как бы, как только приехал, и пытаешься, грубо говоря, закрыть свой рот, чтобы о ней ахнуть. Вот, после России. Так подождите, но вот глядя уже на них, вы как бы утвердились в мысли о том, что хорошо, что вы не пошли войти? Или вы подумали, черт я знаю, может быть, надо было бы войти? Михаил. Утвердились или опроверглись? Нет, я пока не утвердился, я не опровергся. Дело в том, что то, что я сейчас делаю для своей компании, сайт, рекламы, прочие такие вещи, они в любом случае взаимосвязаны с IT. То есть тот же самый сайт, необходимо там делать его, поддерживать, потом необходимо настраивать телефонию, прочие такие вещи, сервисы. Нет, ну это не то же самое, что зарабатывать. Это не то же самое, что зарабатывать. Ну, в любом случае, та основа IT, которая мне как бы далась на протяжении прошлых 12 лет в России, она в любом случае необходима, и без нее никуда не денешься. Да нет, ну конечно, мы же не об этом сейчас. Да, по поводу работы, почему я не пошел, я же приехал с семьей, думаете, я пришел, я получил EID, я пытался устроиться на работу, мне говорят, ты классный парень для тополя, я был на нескольких интервью, говорит, все отлично, все классно, но 4 тысячи, 5 тысяч долларов, вот так вот, потолок, ну вот поначалу, можно так сказать. Ну, поработал ты 4 месяца, дальше пошел. Дальше пошел. Да, можно, но разрешите попробовать, как говорится, почему нет? Нет, нет, ну конечно, кто же, кто же говорит? Ну, хорошо, просто для того, чтобы на этом, вот, на аплайенсах зарабатывать, как бы сказать, достаточные деньги, чтобы вот все себе позволить, это нужно тогда уже превратиться в бизнесмена, уже брать вот 60% с тех, кто будет выезжать на ремонт, да, и тогда, когда у вас их будет много, тогда у вас останутся какие-то существенные деньги, если вы будете сами все ремонтировать, вы же там, ну сколько можно заработать? По этой причине, Михаил, здесь, вот тут, вот тут, вот вот, соответственно, у меня очень много подписчиков в моем канале, которые прямо хотят уже работать. У вас? Конечно. Хорошо. Я буквально вчера записал видео, то, что мне необходима вторая техника, потому что я, грубо говоря, не справляюсь с тем количеством заказов, которые мне поступают. Надо вот что делать, надо вам найти кого-то в Москве, кто будет ходить по демонстрациям, там этих дольщиков, там этих... Это не надо, это абсолютно не надо. Нет, и прямо там оттуда их... Нет, это все, есть уже подготовленные люди, которые, имеют грин-карты, но не знают языка, они бы было бы, и тем не менее, имеют прямые руки, и было бы намного интереснее, как бы работать, начать и свою иммиграцию, работая в данной сфере, просто сразу знакомясь... Единственное, что все-таки надо с клиентом как-то перекинуться, английский какой-то нужен. Конечно. Само собой. я же не говорил, они должны, соответственно, я же не... Дело в том, что техник, он просто придя в компанию, он не сразу едет на заказ, не сразу как бы начинает чинить там что-то. Нет. Это должно пройти какое-то там форум обучения, должны быть пройти какие-то основы физики, как продать услугу, как купить запчасть. Вы знаете что? Вы мне напомнили анекдот, вы слышали такое или нет, как практикант-птушник с большим мастером вышли на ремонт прорвавшейся канализации. Да, 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 я знаю этот анекдот. Это так. Да, всю жизнь с ключей подавать там. Да, хорошо. То есть вы так набираете учеников. Так, понимаете, так вы... Куда к вам обращаться-то под мастерьем? У меня все в канале. Окей, хорошо. То есть вот это и все. Да, конечно. Хорошо. Там вся информация у меня есть. Вы же мне тогда скиньте, что же я так... Да, обязательно. Обязательно. Да. Ну что же, хорошо. Ну, что хотелось просто добавить еще. Как бы Михаил очень так вот усердно именно, может, я не знаю, я его считаю отцом современной русской эмиграции в США из стран России. Ну, так я... Да. Повитальная бабка. Да. Вот. В общем, все тут замечательно, все хорошо. Как бы смогу просто судить по своему опыту 13 месяцев, месяцев жития-бытия в США. Вот, наконец-то я у Михаила. Мне очень приятно. Но тут вы недалеко-то были, я так понимаю. Я всегда был недалеко, я просто стеснялся. Вы виску нашу видели, небось, по улице ездили? Никогда не обращал внимания. Я всегда просто чуть ли не каждый день смотрю ваш сериал. Вот. Мне очень всегда интересно. Я сейчас даже вот приехал, я немножко вот так повитал между зданиями. Я примерно представлял, куда вы там на машине заезжаете каждый раз. Но тем не менее, как бы, немножко... Кто еще, знаете, заходит, говорит, а потрогать вас можно? Так вот, пальцем... Да, он живой. Живой, он живой, действительно. Классный дядь. Так, подождите, давайте вот какой вопрос я вам задам. Вот то же самое, вот один в один, но, например, в Чикаго, где явно холоднее, больше потребность там, например, ну, да, может быть, в каких-то вот этих всех делах. Или, я не знаю, может быть, в Майами, где тоже, где жарко и есть потребность. Почему вот тут, в дорогом таком месте? Я же надеялся пойти в IT. А, просто вышло так. Конечно. Я понял. То есть, у меня здесь просто друг, он мне, соответственно, сказал, ну, вот приезжай, тут есть какая-то работа, вот будешь учеником какая-то, да, учеником будешь какое-то время, вот. Есть даже люди, которые техники, которые тоже учились здесь у вас, поработали какое-то время тестерами. А потом плюнули. А потом говорят, да ну, в бане это тестировали. И я просто, он просто, я реально, я знаю этого человека, он говорит, мне так нравится эта работа, я даже могу сказать, что мне не очень нравится эта работа, но тем не менее, она приносит моральное, как бы, и денежное удовлетворение. Да. и поэтому, как бы, я работаю. Шел как-то по Сан-Франциско, не помню там, по делам. Шел по Даунтауну, какой-то боковой квартал куда-то свернул, смотрю, стоит выпускник наш, прием такой, знаете, успешный был мужик, он пришел, ему там было лет 45, а тут ему там, не знаю, 52. Стоит возле какой-то двери, так на улице, так прислонился, так и курит, знаете, так. И я ему говорю, ты что тут делаешь, что? Он говорит, а я знаю, что он работает тестером, я знаю, что он успешный. Он говорит, да, вот купил бизнес, так показывает на дверь, а там ремонт, значит, обуви и сумок кожаных. Обычно дорогую обувь, люди, особенно постарше им, они привыкают, не хотят менять. Вот, и сумки дорогие, там бывают кожаные. Вот он ремонтирует, рукастые, типа такой с корняк, там кто он вот с этим. Я говорю, слушай, говорю, ну, ты же близко столько не заработаешь, сколько ты в QA был. Он говорит, верно, говорит, ну, сколько мне надо? Зато я хозяин. Вот я, говорит, вышел, покурил, там зашел, посидел, там ногу на ногу положил, телевизор включил, говорит, что? То есть, если человек, он как бы, так сказать, в душе такой именно ремесленник, такой малый бизнес, да, как это называется, вот, так, ну, конечно, чё же ему не в своей шкуре-то? Я просто 12 лет работал в этих, ну, во всех офисах, в системном администрировании, там, настройка сетевого оборудования, серверов. Обслуживали офисный планктон? Да, совершенно верно. Вот. Сейчас я тоже обслуживаю офисный планктон, но немного отодвинувшись. Вот. А жена ваша что думает? Она хочет, ну, подрастут детки, там, кем будет ваша жена? Это сложный вопрос. Ну, вы ей что говорите? Она даже еще пока сама не решила, она не может сказать мне. Она как бы вот вначале хочет одно, другое, пробовать. То есть ей что-то хочется все-таки? Да, конечно, я говорю, давай вот к Михаилу учись. Слушайте, сегодня группа новая началась у меня. И там сидела женщина, потрясающая. Я ее приведу еще. Я ее точно к вам на канал приведу. У нее, значит, был один бизнес, я уже не помню. А, турагентство у нее было. Причем, она здесь 12 лет. И вот все, что она, все свои 12 лет, она какой-то бизнес делала. Сначала у нее было турагентство. Потом она сделала бейкери, как сказать, булочное? Булочное. Вот. Значит, под названием булка или булки. В даунтауне Сан-Франциско. А потом, значит, продала, вот пришла к нам учиться. Ну, то есть, как-то ей надоело, что ли, бизнес делать, я не знаю. Но, она сейчас на Ютубе. У нее мальчик 5 лет. Готовит. Так она, значит, за ним вот снимает, как мальчик 5-летний готовит и вывешивает в Ютуб. Круто. М? Круто. Круто. Я ее обязательно приведу. Женщина потрясающая совершенно. Очарование сплошное. Такая улыбка все. Замечательно. Вот, то есть, когда в человеке есть вот этот малый бизнес, понимаешь, требовал, он постоянно пытается. он, он видит мир как-то через другие. У меня никогда не было малого бизнеса. Я пытался в России что-то там сделать, сделал свое. О, ну, как-то офисная работа, она все-таки требует ответственности. Но, скажу вам следующее. Когда я работал на дядьку, я только работал, но он в том. Не то. Вообще не то. Но сейчас, как бы, хочу акцентировать. Как я уже говорил, грубо говоря, я получаю выручку 12-14 тысяч, половину примерно он мне выплачивает. Ну, примерно там 40 процентов. Половину выплачивает. Сейчас я могу делать то же самое, только в ровно половину меньше. То есть, у меня абсолютно увеличение увеличить заказов. Зарабатывать те же самые деньги. Я понял, понял. То есть, у вас на руках остается столько же денег, сколько раньше, на вдвое меньшем количестве работы. конечно. Но я могу, соответственно, я могу себя загрузить на 70-80 процентов, на 100 процентов и получать те же самые деньги. С вашей способностью брать заказы через вот эти, что там, AdWords, да? Значит, вы можете загрузить 5 человек? То есть, это скейлабл такой бизнес? Скейлабл. Скейлабл, грубо говоря, кто-то захотел работать, как вы уже спросили, в Майами, в Чикаго. Нет, нет, я имею в виду скейлабл вот тут. Вот вы на месте. Вы можете взять больше заказов, потратив больше денег на рекламу? Я бы сказал, что нет, потому что оно как бы, если есть 1 миллион человек, то, грубо говоря, по 100 человек в один день может сломаться техника. Они, соответственно, поскольку конкуренция в любом случае есть, не только я один здесь такой прошаренный. Вот. Люди другие тоже чинят, конкуренция есть, но, тем не менее, работы всегда хватает. Они у некоторых компаний, которые уже развились, которые уже имеют большую репутацию, хорошую. Они не покупают эти лиды, они просто подобрали. Да, они уже просто, люди уже видят, что у них там в Йелпе очень много ревью, видят о... А вы в Йелпе есть? Я в Йелпе есть. Ревью есть? Там у меня всего лишь чуть-чуть 8 ревью, и через свой YouTube-канал я немножко... Они их... Йелп мне, с одной стороны, нравится тем, что, если там какая-то лажа, вот, а блогеры про лажу знают, вот, то можно им сказать, и они уберут. Это правда. Но, в отличие, скажем, от там, потому что на Гугле там не с кем разговаривать просто. Но у них есть такая манера, у них фильтры стоят, и, допустим, у меня там сейчас, я не помню, 10 ревью, 11, такого плана. У меня там еще, наверное, полсотни, или там 40. Внутри рекомендуют? Они, да, они их фильтруют. Ну, допустим, получается так, у них свои критерии, но, если человек, вот он, допустим, зарегистрировался, написал ревью, ну, повисит два дня, они его откидывают. Не потому, что там слова какие-то, не потому, что что-то, но, как бы, идея такая, что если человек специально зарегистрировался и написал ревью, то, наверное, его попросили. Да, но, когда именно человек только открыл свой аккаунт в Йелпе, то все ревью, они все еще висят. Есть такая тенденция. К примеру, у той компании, где я работал, было около 500 ревью, и сейчас у них всего лишь осталось около 100, а все остальные 400 свалились в Not Recommended. Это всего лишь за один год. А почему? А вот, черт его знает, вот что-то они там, один коэффициент, они какой-то коэффициент поменяют, они меняют свои настройки, да. Какой-то алгоритм. Бывает, что какое-то ревью вдруг пропало, потом снова возникло. Да, они что-то такое крутят. Ну, когда я просил, не то что просил, как бы намекал на ревью у клиентов, они, я говорю, сделайте лучше со мной фотографии, как я вот стою с вашим холодильником в обнимочку, как я его обожаю, они делают фотографии, вот такие вот, как правило, ревью с фотографиями, они уже не сваливаются. А там есть с фотографиями? Конечно. Я никогда не видел. У меня никто с фотографией ничего не писал, у меня так пишут на слова. Вот. Если фотографию добавили, оно как бы, больше вероятности того, то что якобы человек, как бы потрогал сервис и уже имеет уже полноценное мнение о том, что там кто-то там зашел, написал. Друзья, если захотите на Yelp что-нибудь написать, приходите, мы с вами сфотографируемся, вот, или вот на этом Silicon Valley Voice, или возле доски, там у нас есть эмблема красивая партноб Computer School, и будете вешать, чтобы труд ваш не пропал зря, а то так напишешь, что-нибудь пропадает. Вот. Я даже не слежу, что там на Yelp, потому что я понимаю, что это не... Это глупость. Ну, но не отражает, как бы, ничего. оно уже к вам, как бы, ничего не даст. Нет, у нас сегодня новая группа началась, я говорю, там 30 человек сидит в классе, ровно 30 человек, я их пересчитал. Там, говорю, ну-ка, девки, поднимаем руку. Два парня. Значит, я говорю, поднимаем руку, кто вот так с Луны свалился, не то, чтобы там кого-то знал, вот так, ну, дуриком, может, когда-то пришел. что-то сегодня много было, человек 5, обычно трое, на 30 человек было бы. Вот, человек 5, я говорю, я говорю, что же вы за люди их такие? Искали что-то там на гугле, говорю, увидели какой-то сайт, там, пришли, заплатили там 4,5 штуки, я говорю, вы откуда такие взялись? Не подготовлены, как вот наивные-то. Ну, они ржут, конечно, в общем... Это местные, то есть? Ну, местные, ну, индусско-говорящие. Там было пару, американок у меня. Такие, ну, постарше люди, они работу теряют, и, знаете, как бывает, когда человек, женщина, там, скажем, за полтинник, она довольно профессиональная, но вот потеряла работу, и не знает, что дальше делать. И вот они приходят, за них иногда unemployment платят, и вот у меня сейчас такая сидела женщина, вообще, от АСС, ну, не знаю, может, ей лет 50, мне трудно судить, но она такая, знаете, как ефрейтор такой. Итак, слово за слово, выясняется, что она, все ее образование, какой-то military training. Оказывается, она отбомбила там, как следует, значит, там, в military, и после этого, после military, она занималась тестированием медицинских приборов. Понимаешь? Медицинские приборы тестировала. И тут что-то такое приключилось, вот она говорит, I have to redefine myself. Я говорю, давай, я тебе сейчас быстро переопределим, да. Но просто, я к чему говорю, она такая, ну, качество, качество публики высокое, я что хочу сказать, кончек, сюжет, работал, серьезные вещи делал, плюс вот эта дисциплина, понимаешь, вот military, это дисциплина, кончек, карьера, это вообще опасно. мощно, да, мощно, очень мощно, я прям в восторге был совершенно. Так она сухая, такая строгая, так смотрит, испепеляющая. У меня тоже подписчики задают вопрос, что ты занимаешься ерундой, вот это вот оплайн сочинишь, вот иди к Михаилу учиться. Я говорю, я бы с удовольствием, только у меня склад ума немножко, а не тот. Я как вот системный администратор, больше такой человек прикладной, мне хочется покрутить, повертеть что-нибудь, настроить и посмотреть уже на результат. но у меня такой, скажем, я обожаю просто один фрагмент из фильма «Железный человек 2», когда там русский вот этот вот программист, бандит. Анжей, как его, Микерорг. Да. Ну, я не знаю, его, ну, польский. Нет, ну, в смысле, его играет Микерорг, он говорит, и там якобы там что-то взламывает систему, и говорит, софтвар и щет. Вот, я примерно, грубо говоря, могу только говорить в таком контексте, если что-то будут тестировать, у меня сразу либо хорошо, либо плохо. Как Вайда, Анжи Вайда? Потрясающий польский режиссер. Ребят, если кто-то «Железного человека» не смотрел, это необходимо, это масса. Вот просто есть в Ютубе такой фрагмент, он всегда, прямо, наберите «софтвар и щет», и сразу увидите этот фрагмент, как бы, мне вот этот фрагмент очень нравится, и, грубо говоря, если буду проецировать себя тестировщиком, вот я буду в таком плане, только говорить «софтвар и щет», и все. Я остального не... Либо да, либо нет. И все поймут, что настоящий тестер, да. Да, конечно. Ну, что же. Дело в том, что я, я, например, не говорю, вот там, иди, тестируй. Вот у меня такого нет. Даже как я не говорю, иди в Америку обязательно приезжай. Но просто когда человек хочет тоже в Америку, то я могу порассказать, если ему интересно. Если человек хочет там в тестеры, или там профессию менять, я тоже могу поговорить, не то, чтобы я кого-то уговаривал, но то, что я серьезно говорю каждому, с точки зрения выбора профессии, и так далее, дело и то, от чего у тебя, от чего у тебя драйв, от чего у тебя, ну, как сказать, вот тебя распирает, что у тебя нет ощущения, что ты работал, а есть ощущение, что ты балдел, кайфовал. Ну да, делает то, что тебе нравится, и ты никогда не будешь работать. Можно так сказать, да, известная хохмочка, но вот делай то, от чего тащишься. И удовольствие больше будет, болячек меньше будет, денег больше заработаешь, 100%. Нет, ну, если, допустим, он лег и лежит, это тоже такое состояние. Но это как бы не общественно полезное занятие. Это надо заработать, до такого состояния сначала. И обычно люди, которые в состоянии заработать, они не могут так находиться, они чем-то заняты. Ну да, это уже болезнь. Да, я вот тоже все время говорю, это сказка про Илью Муромца, который 33 года на печи пролежал, сколько он там, 30-с лишним лет лежал на печи. Я хочу сказать, если вы здорового человека возьмете, абсолютно здорового, физически крепкого человека, положите на печь, ну, я не знаю, там, на неделю, он уже сильно потеряет, уже сильно потеряет. А если он месяц там пролежит, он инвалидом станет. Атрофирование? Ну, знаешь, в месяц лежал человек, вот, поэтому, там, без капельницы, без ничего, просто лежал. Да я всего один год, один раз в жизни лежал в больнице, неделю. Я просто должен был лежать две недели, а сбежал через одно. Невозможно. Просто невозможно. Да, но они, к счастью, долго старались не держать, может, у вас там, в Башкортостане, здесь вот не держат особо так. Ну, да. Пришел, отрезали, что лишнее, говорит, иди давай. Иди, бабка, говорит. Да, ну, что же, хорошо, так, какое послание вы, вот, про оружие кирпичом не чистят, это уже до вас сказали, про англичан. А вот про Америку, какое послание это? Послание в плане? Ну, вот, есть что-то такое, что вы, как бы, хотите сказать, чтобы вас услышали? Вот, что-нибудь такое, чего не очевидно, что, как будто, может быть, жизнь изменит к лучшему. Ну, кроме того, кроме той истории, что мы уже рассказали, но, может быть, в каком-то сфокусированном виде. Да, особо такого никакого послания нет, но хотелось бы просто, я всегда на своем канале тоже говорю, то, что, если тебя что-то не устраивает, меняйся, меняйся, поднимай свою пятую точку, двигайся. Видео, которое показывает Михаил, как бы, оно такое, не дает небольшой пинок, мои видео тоже не дают небольшие пинки, соответственно, для движения. Если тебя что-то не устраивает в твоей работе, меняй. Если тебя что-то не устраивает в твоей, как бы, в твоем быте, в твоем доме, тоже меняй. Добивайся, не сиди на попе, ровно. Вот так вот. Это уже, это не говорится именно конкретно про США, можно поехать, если тебя не устраивает Россия, или там, твоя страна в СНГ, или тому подобное, где говорят по-русски, меняй свое окружение. Вот. Мне захотелось поменять, я поменял. Забрал, взял жену, детей, и поехали. Ну, жена не сопротивлялась, она не говорила, куда ты меня везешь, в случае. Конечно, сопротивлялась. А было, да? А как вам визы-то дали на троих? Ну как, мы пришли, сказали, вот хотим посетить. Так, и вам дали сразу на троих? Конечно. У меня была какая-то там заграничная история, когда-то я ездил, ну и все сразу. Я там просто составил план-график посещения Лос-Анджелеса, подготовился, грубо говоря, посмотрел точки опоры, куда можно сходить. Вот, а потом, я думал тоже, приеду только на две недели, потусуемся и уедем. А потом думаю, посчитал как бы... Да уж какой смысл-то уже? Какой смысл? Можно сразу остаться. Просто съездить на две недели, потратить можно 14 тысяч. Да вы чего? Ну, грубо говоря. А, окей. Грубо говоря. Ну, там, я не знаю. Ну, если есть, если есть, если куда-то надо сходить, то денег надо много. А просто так тоже, ты не приедешь на две недели, просто так вот, чтобы вот так вот посмотреть, ну, Лос-Анджелес там, съездить силиконовую дворину, тоже посмотреть. Надо же что-то посмотреть, пощупать, сходить там. Google, Facebook и к нам. Google, Facebook, к Михаилу, потом, там, я не знаю, Диснейленд или еще что-то, какие-то заведения там, ну, в Лос-Анджелесе много, там, в Universal Studios. Там очень дорогие все цены. Там вообще покушать хорошо тоже очень. И цены, кстати, там намного ниже, чем тут на покушать. Вот, скажем, суши, которые там ты можешь за 6 долларов взять, здесь десятку отдашь легко. Да. Там, 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 там хорошо кушается. Я все это рассчитал, потом прикинул, сколько у меня есть на переезд, если, к примеру, два плана. Просто потусоваться две недели и просто остаться. Короче, у кого дурные деньги, пусть туда-сюда ездит. А у кого трудовая копейка, сразу раз и все. Это, тут у него держалка там на, как его называют, это у вас пищит, да? Вот это. Да, тут GoPro камера на держалку. Покажите народу, что у него прятать от народа. Да, я, в принципе, уже снял обзор на своем канале на вот этот вот стабилизатор. Сейчас он в выключенном состоянии, но... А это какая у вас камера? GoPro 3+, 3 и у меня тоже. А у вас Silver, да? Black. Это только Black. Блин. Вот это какая-то... Да, у вас Silver, потому что у вас троечка. Да. Серебряная, а у меня черная, видите? А так по цвету не отличишь вот. Так то же самое все. Так, ладно. Да, это все дорость. Хорошо. А у меня еще крышечка отвалилась, знаете? И батарейка все время вываливается. А куда крышечка делась, я не знаю. я планирую поменять на что-то китайское, которое два часа живет, потому что вот эта вот камера, она вообще там, я не знаю, если 60 кг записываешь, то 20 минут, и все, все дохнет. Да вы что? Да. Какой уж. А у меня вот, я правда с собой батарейки ношу, у меня в кармане. У меня тоже. У меня одна батареечка запасная. У меня их пять. Вот. И экранчик. У меня этот экранчик, я могу вставить всегда, если мне нужно видеть, что происходит. Это редко бывает, поскольку я, в общем-то, привык уже прогнозировать вид. Но если я поставлю экранчик, то вот батарея на полчаса. Ну да. Если на 24 кадра записывать, то у меня будет хватать на 60 минут. Если 60 кадров или 30, то меньше и меньше. А люди хотят как бы качественный такой момент, но они всегда не выходят, потому что все упирается в батарейку. Так что в ближайшем будущем скорее всего. Вы никуда не уезжаете у нас тут. Да куда мне уезжать? Все, тогда. Я же уже прикован. Все, да. Друзья, друзья. Мозг сожжен. Давайте тогда, значит, если что, вопросы задавайте там на нашем канале, там, значит, у автора, там, тут, там, здесь. Задавайте. А мы, в случае чего, всегда тут позовем, подшустрим. Вызовем его на ковер. Вызовем, да. Тем более, если починить, что-то бывает. Конечно. Вот. Вот он, ну, не буду рассказывать. А то у меня вот кипительник все время. Он, правда, стоит 30-ку, но вот. Нет, такое я не чиню. Это нету профита. Нет, нет, 60 долларов за диагностику. Да. С удовольствием заберу, чтобы прийти и посмотреть. А наши еще говорят, мы туда какой-нибудь кислоты нальем, он там рассосется и будет работать. Там, говорит, осадок какой-то вот по стенкам. Нет, накипь. Такие вещи нету никакого смысла. Это not worth to fix, как называется. Ладно, друзья, давайте мы с вами прощаемся и до... до скорых встреч. До скорых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok